наш не слайд который мы делали вот такой мы начали делать их у хопом поймал и встряли то есть он особо ничего не делает и мы сидим то есть для нас какая позиция хорошая когда я остановился то есть в нормальном не слайдом я не прошел я остановился в этой позиции для меня хорошо сесть ему на бедро его заблокировать потому что у него относительно здесь слабая позиция он особо ничего делать не может пока там до меня не добрался что важно не давать ему ногу потому что если я ему эту ногу дам и вот сюда я вот сюда сразу упаду там он меня всячески может растягивать там много вариантов появляется поэтому эту ногу я держу далеко мой вес весь на бедре здесь я делаю то же самое что я делал при обычном не слайде для меня очень важно взять его руку чтобы сломать ему осанку то есть я хочу чтобы его ноги смотрели вот сюда а голова смотрела в противоположную сторону то есть я его буду проходить абсолютно так же как проходил у меня была только рука на бедре и отворачивал бедро я буду делать то же самое вот вот сюда идти но если я не буду контролировать его часть тела да он меня здесь спину заберет в худшем случае в случае просто свит потому что мы поменялись местами он стал ему два балла что мне нужно сделать мне нужно свободной рукой зайти ему на шею таким образом чтобы его отворот лежал у меня на ладони на ладони вот эта часть лежала на шее вот но не как на удушающим я делаю а стараюсь положить вот эту часть чтобы отворачивать его подбородок в сторону чтобы сломать осанку вот и сейчас действительно его под позвоночник винтом он смотрит вот сюда ноги сюда он сейчас думает не о том чтобы сохранить гард а о том чтобы скорее из этой позиции выйти ну отдать эти три балла но блин поверьте когда хрустит поясница это не так круто что я делаю меня есть monkey гриб это нога всей силы давление создает я в него вдавливаю я подбородок отвел тяну на себя вот я здесь провалился ну и соответственно сайт-контроль вес на нем захват и захват важно не вовнутрь беру беру сюда если он меня прихватывает за ногу ну так редко прихватывают обычно хватает за штанда или так или за штаны я очень часто как срываю захват мы находим локоть и просто чай тянешь вверх то создается легкое болевое воздействие захват он отпустит мне ничего страшного не нет не будет а кстати есть прикольная фишка вот так я на руку наступаю и вот так делаю рычаг monkey гриб ладонь за отворот и предплечьем обязательно отворачиваю я вот прям локтем вот сюда и теперь я выпрямляюсь колено пошло сюда и я тазом выезжаю выехал тазом иногда бывает что сил выбраться не хватает но не сил там я не знаю терпеливый соперник его там устраивает хруст позвоночнике вот и он считает что ему там эти три балла не так нужны и не хочет отдавать три балла думаю сейчас позвоночник похрустит можно добить пяткой немножко себе помочь вот так точно получится давайте сейчас этот проход попробуем потом добавим еще пару цель здесь важно сидеть прям как на стуле то есть я вот сел я устойчиво сижу нельзя там наполовину сваливаться снимать вес как только я снял вес ну он понимаешь и позиция так себе и начинает ну что то делать вот отсюда что-то предпринять намного сложнее чем когда вот нога разгружен ok поехали дальше мы проходили в эту сторону сейчас мы будем сторону менять очень простое действие как его развернуть на другую сторону я сижу здесь нога уперта плотно в пол вторая рука там куда-нибудь легла я обычно держу за отворот сразу потому что я одну под душу и но в принципе если руку положить вот так вполне ok вторая рука ковшиком за нижнюю коленку стою на эту ногу меняю сторону поменял рука 1 по пододумываю под ногу под другую зайди пожалуйста чтобы ногу было видно итак мы поменяли сторону поменяли сторону под мышки забрались он конечно отдаст не сразу но я раскрываю его плечи это такое не болевое но уже дискомфортное воздействие раз и второй вариант я второй ногой помогает оба эти действия вполне дадут вариант чтобы раскрыть еще одна опция последние на сегодня для тех кто не хочет гард проходить а кто решил оторвать ногу и закончить эту складку в этом моменте вот этой ногой которая у меня сейчас свободная я буду зашагивать назад чтобы заблокировать его ногу хоп зашагнул и свои ноги я закрываю в треугольник его нога вот это заблокирован теперь мне нужно свободную его ногу взять завести себе подмышку таким образом чтобы пальцы были прям вот подмышкой и рука здесь берусь были беру себя за микрофон беру себя за отворот и тяну вверх важно что больно мы делаем не вот сюда а вот сюда то есть вот за счет вот этого замка я вот тяну если мы будем давить на ахилл ну это очень много времени займет возможно он конечно сдастся там можно как-то замки менять на и намного эффективнее строится блок делать возвращаемся начальную позицию хавгард я блокирую вот здесь и находясь сверху я освобождаю вот видите я снимаю верхнюю освобождаю уже вот здесь я прихватываю вот тут уже можно лечь я думаю на сегодня достаточно поехали пробуем а 26 марта третий практически финальный и гарантированно семинар от евгения чехова по лапелгардам если вы не были на двух предыдущих семинарах посвященную лапелгарду вы конечно многое потеряли но вы все равно можете прийти на третий семинар и освоить основы и не только основы сквирт извините сквит гарда 26 числа прайм джиу-джитсу семинар евгения чехова по сквит гарду кстати дешево сердито и эффективно